Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Детектив Игорь Лукин решил провести выходные на природе И снял комнату в загородном доме фотографа Леонида Мальцева Ну, значит договорились, да? То есть пару деньков я у вас поживу, идет? Да без проблем, я же один живу С женой развелся, квартиру ей в городе оставил А сам сюда перебрался, поближе к природе Не скучно одному-то? Да ну, природа здесь красотища Я с утра встаю, фотоаппарат в руки и на улицу Снимки получаются изумительные А журналы с руками работают А это и есть ваша работа? Ну, в основном Еще колонку в газете веду Советы бывалого рыбака называется Гонорар неплохой платят Так может и мне дадите пару советов Я же ведь тоже порыбачить приехал Да с удовольствием А вы, извиняюсь, по профессии кто? Частный детектив О, тоже небось сплошная романтика Когда как Ну вот тут я и живу Не хоромы, конечно, но жить можно Там еще на втором этаже доделаю Потом под... Господи Вы в порядке? Ногу подвернул Слава богу, без перелома обошлось Тихо-тихо-тихо-тихо Кто-то масло налил Вы не знаете кто? Кто-то хотел напакстить, это факт Не знаю Слушайте Но, видимо, мне судьба вас Специально послала Пойдемте в дом Кое-что расскажу Так о чем вы мне хотели рассказать? Да вот не знаю, с чего начать Я в эту мистику В эту порчу С глаза не верю Но вот с недавних пор Со мной стали странные вещи происходить Ну а что именно? Еще с осени началось Присаживайтесь Стояла у меня во дворе канистра С бензином Однажды ночью просыпаюсь За окном свет Выскакивая во двор Горит моя канистра Еще бы чуть-чуть и дом занялся Еле-еле потушил Ну что же, думаете поджег? Да вот шут ее знает Ночью гроза была Может, молнией садануло Может Это все? Нет, не все На прошлой неделе поехал в город На своей машине Так представляете По дороге у меня колесо Отваливается Отваливается Хорошо еще на маленькой скорости А потом мне в автомастерской Говорят Крепеж разболтался А вы машину-то свою где держите? Да здесь Во дворе Ну понимаете Никогда со мной Ничего такого А сегодня Это масло Ну Как думаете Случайности? Случайности Это когда один раз А когда три раза подряд Это закономерность Алло, Егор Слушай, у нас новый клиент Леонид Мальцев Похоже, кто-то хочет от него избавиться А что о нем известно? Ну что известно 48 лет Разведен Фотограф Заядлый рыбак Жена у него Валентина Мальцева В городе живет Собрать информацию по ней? Ну это обязательно Только этим пусть Аня займется А ты проезжай ко мне В поселок Татаринова Нужно поговорить С соседями Мальцева Ну может удастся За что-то зацепиться Понял Здрасте И тебе не хворать Кто такой? А я знаком Вашего соседа Мальцева У вас не найдется Коробка спичек? Спичек? А зла-то серебра Тебе не надо? А что я такого сказал-то? Я для Леньки Не то, что спичек Снега прошлогоднего не дам За что вы его так? А он знает А ну катись отсюда Пока по шее не получил Вы с топором-то поосторожнее Я что неясно сказал что ли? Ладно, ладно Спичек ему Мне лично Больше понравилось вот это Вот это? Это Сибирь Я там практику В студенчестве и проходил Эх Чудные времена были Какие там девушки В Сибири Помню там у меня С одной Такая любовь была О Давай я смотрю Сердцеет Да Слушайте Там в доме Который Слева Такой тип живет Я к нему пообщаться зашел А он топором размахивает А это Родионов Наверное Взрывник бывший Он на карьере Дробил породу Там его и контузило Теперь на пенсии По инвалидности Слушайте Мне показалось Что он по отношению К вам настроен Очень агрессивно Да Есть у него Такой бзик Вбил себе в голову Что у нас участки Неправильно нарезаны Дескать Я себе На сотку Больше отхапал Я ему и документы Показывал И специалистов Земельного комитета Приводил А он не уймется Так он что же И на вас Топором бросается Да не До этого не доходило Он конечно Хоть и того Но В драку не лезет Орет только Недавно мне Забор краской облил Я увидел Ругались Пришлось полицию вызывать Нашнарфовали конечно Ну как видно Не подействовало Подействовало Наоборот Он теперь ко мне Из-за каждого пустяка Цепляется То кричит Что я На его участок Мусор выбрасываю То видите ли У меня деревья Высокие Ему свет Затеняют Понятно А к соседям Напротив заходил? Нет еще не успел Сейчас зайду Не надо Отдохни Погреться Сам схожу Это проще будет Там Живет Елизавета Семеновна Пирогова Старушка Мирная Добрая Никаких проблем с ней Ну это хорошо Бабуль Давай помогу Ну помоги мне Помоги С утра воду Отключили В поселке Во всем А колонка То далеко А что то я тебя Раньше то не видела Приезжай что ли Так порыбачить приехал Квартируюсь Вон У Леонида Мальцева Ой У Ленечки Хороший мужик Режливый А я Соседкой его буду Пирогова Моя фамилия А Елизавета Семеновна Я слышно Леонид о вас рассказывал Ну тогда пойдем Ко мне Чай Попьем С пирогами А что я не откажусь С такой фамилией Пироги должны быть Отменные Конечно Давай С фотографом И любителем рыбалки Леонидом Мальцевым Происходит цепочка Неприятностей Каждая из которых Может стоить ему жизни Под подозрение Попадает его сосед По поселку Андрей Родионов Который пытается Расширить размеры Своего участка Ведро вон тут поставь Присядь сам Я сейчас Чаек сварганю А вот Вы говорите Что Леонид человек Хороший Вежливый А сосед его Родионов По другому думает Нашел кого слушать Кабу Андрюшке Мозги на месте были Вон весь поселок Стонет Особенно Ленечке достается Потому как Между ними Один забор только Здрасте О, вот и Эдичка Поспел как раз Аккурат к чаю Эдуард Казанцев Художник Игорь Лукин Менеджер Это Леня Мальцева Постоялец А Эдичка У меня комнату снимает Да, приехала Аж из самого Новосибирска Природу нашу Рисовать Я и тюдо в 30 Уже написал Красота здесь Жаль только Некоторые люди Всю юдилю портят Вот я так что Об этом и говорила Ой, вчера Андрюшка Родионов Весь вечер Через забор Леню Матом крыл А я его кстати Сегодня утром У Мальцева Во дворе видел Правда? Да Я его окрикнул А он и шесть со двора Еще тот прощил Иго Угощайтесь Ну да, спасибо А вот вам подарочек От Елизаветы Семеновны Угощайтесь Я же говорил Добрейшая женщина Да, кстати Появилась рабочая версия А что если этот Родионов Пакостит вам Из-за участка? Ну а вот эта вот история С полицией Со штрафом Его окончательно доконали И у него крыша поехала Может это он Масло-то вылил сегодня? Его видели сегодня На вашем участке Ну другой вопрос Как эту версию проверить? Родионов сам-то Никогда не признается А есть у меня Кое-какие соображения На этот счет Мы же приехали на рыбалку А не сходить ли нам На речку, а? Погода самое то Я вам сейчас покажу Такие места Где рыба Крупная клюет Вот что, Леонид Вы идите дальше один А мы с Егором Останемся и понаблюдаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что это вы здесь делаете, гражданин хороший? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы кто такие? Пойдемте-ка в дом Побеседуем А что вы тут делаете? Пойдемте, пойдемте Это вы что здесь делаете? Пойдем, пойдем, пойдем Осторожно, спокойно, спокойно Не понял, в чем дело? Сейчас разберемся Тихо, тихо А я не понял Вы что, из ментуры что ли? Ну сейчас на детективу Ну поговорить все-таки придется Я ничего не знаю Я ничего не знаю Зато мы все знаем Кто соседу поджег канистру с бензином и в машине его ковырялся Какая канистра? Какая машина? Я что-то не догоняю Ну не надо притворяться-то Нам известно, что у вас терки с Мальцевым Ну, ну и что? Хотите сказать, что вы ему не пакостили? Ну и что? Ну, краской забор облил, и что? А остальное? Какое остальное? Я ничего не знаю Я недавно на днях в санаторий вернулся на месяц уезжал Нервы подлечить надо было И масло Мальцеву под дверь сегодня не подливали? Да какое масло? При чем здесь масло? Я же дерево хотел спилить Оно прямо у забора растет и затеняет мне грядки там летом А зимой снег за шиворот падает Что-то как не верится А сочиняете вы? Да чего я сочиняю? Ничего не сочиняю Ты же видел все сам? Но документы, Ленька, на участок подделал Игорь Петрович, да с ним бесполезно разговаривать Да вижу Шантажист отказался от каких-либо комментариев Ну что? Как там за городом? Хорошо, наверное, красиво, свежий воздух А нам, знаешь ли, не до красот было Понятно Что, подозреваемый нашелся? Слетел подозреваемый Мы выяснили, что в то время, когда у Мальцева случился пожар и когда у него колесо от машины отвалилось в это время Родионов был в санатории А это тысяча две километров оттуда Так что алиби Причем железное Из санатория он никуда не отлучался Персонал подтверждает Ну, может быть, моя информация пригодится? Выкладывай Сейчас Так Мальцева Валентина Геннадьевна Сорок лет Бывшая жена Леонида Мальцева Образование высшее По специальности экономист Но Уже несколько лет нигде не работает Почему? Дело в том, что у Леонида есть какие-то сбережения на которые она претендует И еще Причиной развода послужило то, что Леонид увлекся другой женщиной А Леонид мне ничего не рассказывал Так, Егор, давай-ка вернемся в поселок Есть вопросы к клиенту А меня с собой возьмете? Нет, ты оставайся здесь и начинай наблюдение за Валентиной Хорошо Игорь Петрович и Егор вернулись в поселок Похоже, его нет Ну, давай, дом подождем А, ключ? Ну, я же квартирант А-а-а Слушай, газом пахнет, а? Точно Давай на кухню Леонид Леонид, вставайте Вставайте Что случилось? Давайте на улицу Газ был включен, я перекрыл Молодец Я ничего не понимаю Я же сегодня даже к плите не подходил После того, как вы в город уехали Что было? Да ничего делать И не хотелось Мысли всякие, волнения Думаю, сдремнул маленько до вашего приезда Ну, прилег, сдремнул А вы мой стук не слышали? Не, я ничего не слышу, когда сплю То есть, если бы кто-нибудь проник в дом Вы бы тоже не слышали Что вы хотите сказать? Что кто-то посторонний? Ну, ведь кто-то же газ открыл У вашей бывшей жены ключи от этого дома есть? Я не знаю Она при разводе мне отдала Но, может, у нее запасные были Я не знаю При чем здесь, Валентина? Вот что Пока в доме проветрится Пойдемте-ка в машине посидим Согреетесь Зато расскажете мне Из-за чего с женой разошлись Вы поймите Это очень важно Зай Тем временем Наблюдение за Валентиной Мальцевой Принесло свои плоды Боже мой Какая красота А представляешь Я именно такие хотела на свадьбу Ресторан я уже заказал Как договаривались На 14-е Не передумаешь? Вот еще Я тебя обожаю А этот Твой бывший Как он? Я даже думать о нем не хочу Сволочь С тех пор, как я встретила тебя Все остальные люди Для меня не существуют Ну, вроде проветрилось Все прохладно Но придется потерпеть А вот Рима Симпатичная А вы с ней как познакомились? А у меня Сайт свой Куда я фотографии сбрасываю Ну, она зашла туда Оставила восторженный Отклик Ну, вот так и завязалась А вы когда-нибудь видели ее Вживую Разговаривали с ней? Да нет Дело в том, что она Замужем Муж Ревнивец А она Боялась Ну, в общем, не важно Только переписываемся Эту переписку Обнаружила ваша жена Да Ну, и понятно, что Это была последняя капля После этого мы никак уже Не могли быть вместе Ну, а с Римой у вас сейчас Какие отношения? Понимаете, я человек свободный Она тоже Собирается Развестись Да вы Почитайте ее письма Ленечка Милый мой Солнышко мое ненаглядное Потерпи еще немножко Через месяц-другой Я освобожусь от ненавистного Этого отела И приду к тебе Ну, дальше Дальше очень лично А где она живет? Она в Сибири Работает в модельном агентстве Ангел просто И заметьте Не глупая Сумела оценить Красоту моих фотографий А Вале Всегда было наплевать Жизнь фотографа Леонида Мальцева В опасности Кто-то хочет убить его Маскируя покушение Под несчастные случаи Детективы подозревают Его соседа по поселку Андрея Родионова А также бывшую жену Мальцева Валентину Между тем Попытки устранить Леонида продолжаются Игорь Петрович Да, Ань Ну, похоже, что У Валентины Мальцевой Появился ухажер И дело идет к свадьбе Так быстро? Ну, мужчина Он по виду солидный Подарил ей Дорогущие серьги Я думаю Она вряд ли упустит Такой шанс Поэтому и торопится Боится, чтобы не передумал Ну, ее можно понять Ты вот что Узнай о нем Как можно больше Ну, кто такой Чем занимается И продолжай За Валентиной наблюдать Хорошо А Валентина Ваша Зря время не теряет Завела себе Нового ухажера Правда, это не снимает С нее подозрений Очень рад за нее Но все-таки Кто же за мной охотится? А давайте вернемся К истории с газовой плитой И все-таки У кого еще Есть ключ От вашего дома? Один у меня Один у вас Один у Елизаветы Семеновны У этой милой старушки Но я не думаю Что она могла покушаться На вашу жизнь Я тоже так думаю А я бы кое-что проверил В общем так Никуда не выходите А ты отвечаешь За клиента головой Вот, Елизавета Семеновна Возвращаю вашу посуду Пирог пошел на ура О, а у меня уже новый готов С пылу, с жару Ну, как-нибудь в другой раз Мне еще помогать надо Собираться вашему соседу Леонида А куда это он? Ну, как куда? На стажировку ездить за границу Повышать это фотомастерство Надолго? Пока на три месяца А там как пойдет Может пристроиться в какой журнал Он же ведь классный специалист Ну, еще бы Таланты до Ленечки не занимать Кстати, Эдуард А можно на вашу картину взглянуть? Я, честно говоря, искусством очень интересуюсь Ну, если хотите, покажу Они у меня в комнате Это что же вам? Местная природа навеяла? Да так Продается? Пожалуйста Сколько? Ну, для вас Ну, по символической цене Полторы тысячи Идет По символической цене Ну, к сожалению, мельче нет Сейчас я у хозяйки спрошу Любимый Ленечка Вот оно что Казанцева Эдуарда Леонидовича 17 сентября 89-го года Рождение Проживает в Новосибирске Хорошо Дело Ну, все Давай, жду звонка Эдуард Квартирант Моей соседки А он-то здесь при чем? Да при том, что Эдуард и есть ваша Римма Как вы сказали? Ну, он выдумал ее Чтобы затеять с вами переписку Я не понимаю Для чего ему это нужно? Я его и не знал до этого Мы познакомились Когда он в поселок приехал Поселился к Пироговой Я думаю, что скоро все прояснится Пусть ваши соседи думают Что мы с Егором уехали в город А я? Что мне делать? А вы будете выполнять все мои инструкции Ну, чтобы Чтобы вы чувствовали себя в безопасности Мы установим здесь скрытую камеру Вечером детективы заняли позицию в засаде На втором этаже дома Леонида Как думаете, сработает? Надеюсь Я слух пустил, что Мальцев срочно уезжает Так что преступнику придется быстро действовать Если он настроен решительно Будет действовать в открытую Добрый вечер Смотрите Зашел попрощаться Слышал, уезжаете Да, знаешь, Лид засиделся здесь А там перспективы Что с вами? Слушай Сердце что-то Дай таблетки Вот там шкафчики А если не дам Тогда что, умрете? Слушай, это очень серьезно Дай, пожалуйста Вот там шкафчики, ну Вот и прекрасно, папаша Что? А что, не узнал? Хотя как? Мы же с тобой даже ни разу не виделись Ты бросил мою мать, когда узнал, что она беременна Что ты говоришь? Я твой сын Я с детства ненавижу тебя Помнишь? Когда ты ездил в Сибирь на практику И соблазнил там девушку А потом уехал Не оставил мне адреса, ничего Слушай, ну я же ничего не знал Да мне пофигу Знал ты или не знал Я с детства хотел тебя найти и отомстить Послушай Ты должен дать мне шанс Я извинюсь перед ней Я буду помогать Материально Поздно Она умерла А я нашел тебя через сайт И придумал Римму И теперь ты у меня на крючке Так значит это Ты организовал Все несчастные случаи Со мной Я? А теперь мне делать ничего не надо Теперь я буду сидеть и смотреть Пока ты не сдохнешь А после Вызову скорую И все подумают Что тебя просто не успели спасти Тихо, ну все Пора этот спектакль прекращать Вы же уехали Я видел Как уехали, так и приехали А я к соседу зашел Ему плохо Хотел скорую вызвать Врюш Ничего ты не хотел Вон скрытая камера Там все записано А вы, Леонид, молодец Сыграли на отлично Как себя чувствуете? Нормально Только Только на секунду поверил Что у меня Действительно проблемы с сердцем Надо же Сын Молодцы Помогли негодяю Что ж Не подошел ты Не рассказал Можно было Все по-другому решить Эдуард осужден Леонид намерен добиться Смягчения приговора Чтобы хоть как-то Искупить свою давнюю вину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok